Всем привет! Сегодня у меня будет видео такой вам ответ, потому что в последнее время, даже не в последнее время, а за все время, что у меня есть мой канал, один из самых запрашиваемых вопросов на тему бьюти это Сколько у тебя кистей? Зачем тебе так много кистей? Какими кистями ты пользуешься для того и для этого? Какие фирмы ты любишь? Какие самые кисти необходимые для глаз? Какие самые кисти необходимые для тона? В общем, вы очень часто мне задаете разные вопросы, относящиеся к кистей. Я решила собрать все ваши вопросы в одно такое видео и всем вам сразу ответить. Поэтому сегодня это видео будет как бы называться, я так подобрала название, 10 самых необходимых кистей или может быть даже кисти для новичка. Я также вам расскажу свои самые любимые фирмы, какими я пользуюсь, но в принципе сейчас вы все поймете. Итак, давайте начнем с первой кисти. Кисть до тональника. У меня вот есть такие три любимые кисти. Кисть, как же она называется? От Real Techniques Expert Face Brush. Кисть вот такая вот от Zoiva, которая называется Silk Finish 102 и вот такая вот плоская кисть Kabuki. Они, между прочим, все пользованы, потому что я специально их отложила, то есть я ими пользовалась. Не то, что отложила, я специально начала на протяжении двух недель пользовалась разными кистями, чтобы посмотреть, какими я больше всего пользуюсь. Поэтому этот обзор, он также будет мой такой обзор, чем лично я пользуюсь. И у меня есть такая кисть 928 Flat Kabuki от Sedona Lace. Я считаю, что как по минимуму у вас должна быть одна кисть для тона. Для тона, для тона. Вы сами должны выбрать, что вам больше подходит. Я считаю, что выбрать сложновато, потому что на цвет и вкус товарища нет, и все мы разные, и всем нам что-то подходит разное. Могу вам сказать так, что мне этих трех кистей, в принципе, три может быть и не нужно, но точно две нужно. Если останавливаемся на две и третью убираем, то две кисти, которые бы я всем посоветовала купить, обязательно Flat Kabuki, неважно какой фирмы, в моем случае это Sedona Lace, потому что на все другие мне просто жабы жмет покупать. А вообще мои самые любимые кисти всех веков и народов, это, наверное, The Real Techniques. Я считаю, что у них хорошее качество за хорошую цену. И вторая кисть, которую бы я вам посоветовала купить, это для базы, это вот этот вот Face Brush, потому что все-таки она подходит с большинством тональными средствами. А эта кисть, она не совсем не подходит, хотя я считаю, что она замечательная. Но вот, наверное, две такие кисти, если вы уж хотите раскошелиться на две кисти для тонального тона, это вот эти две. А вообще, просто у вас должна быть одна кисть. Если мы из всех будем выбирать победителя, то будет однозначно вот этот Face Brush. Я нахожу ее более подходящей под все тональные средства, что у меня есть. Она почти со всеми хорошо растушевывает, не делает ни полосы, ничего. То есть для меня она такая более идеальная. Эта флетка Буки, она больше подходит под рассыпчатые пудры или подпрессованные тональные средства. В общем, первая это у нас кисть для тонального средства. Вторая кисть, я выбираю кисть для румян. Моя самая любимая на данный момент, это такая вот скошенная кисть от ZUiva. Это номер 127. Я вообще до этого, до того, как не получила эту кисть, не любила скошенные кисти. Вообще их не переносила. Но как получила эту, поняла, что в эту я полностью влюблена. Потому что я думаю, что это из-за того, что у нее ворс и синтетический, и натуральный вместе. Она замечательно работает. Ей можно использовать и пудру, и пудру рассыпчатую, и пудру компактную. Можно пользоваться замечательно и рассыпчатое тональное средство, и румяну. В общем, замечательная кисть. Если вам такие кисти не нравятся, то альтернатива. Вторая замечательная кисть, которой также можно все пользоваться. Между прочим, хайлайтер я ей также наношу, и все подобное. Надеюсь, вам собака не мешает, которая лает на улице. А вот эта вот кисть от Real Techniques. Так она и называется. Кисть для румян. Blush Brush. В общем, тоже замечательная кисточка. Это такие вот два моих фаворита. По-моему, ценовая категория у них в принципе одинаковая. Это, по-моему, 110 долларов. Это, по-моему, 8 долларов. Просто тут доставка, по-моему, немножко дороже самого сайта за его. Хотя я нашла эти кисти за бесплатную доставку по всему миру на сайте beautybay.com. Ссылочка будет на третью кисть, которая нужна каждому. Мне кажется, это кисть для пудры. Но тут я беру более такое, если мы уже немножко сокращаем количество наших кистей, то я беру такую, нужна такая универсальная кисть, в которой вы сможете нанести в принципе все. Тут для универсала у меня есть две кисти. И опять же они от Real Techniques, которыми я пользую все. Я ими вот реально пользуюсь все. Я могу ими и пудру, и тональник жидкий, и тональник сухой, и тональник принцованный, и любую пудру принцованную, и румяной, и хайлайтер, и бронзер. Короче, все ими пользуюсь. Вот серьезно. Универсальные абсолютно кисти для меня. Одна это такая Buffing Brush, а вторая, так она и называется, Multitask Brush. Вот такие две кисти. По-моему, и та, и та идут в наборах. Отдельно их нельзя купить. Но в любом случае, это мои любимчики. Вы можете для себя найти другого любимчика, который будет дешевле, или не знаю что, другой фирмы. Ну, в общем, они какие-то такие. Они, в принципе, чем-то похожи. Это, наверное, более плоская чуть-чуть, а это более такая, более, менее плоская. Вот, в общем, замечательные кисти, которые должны быть просто у каждого, у каждого. Такая кисть полностью для всего. Ими я обычно растушевываю бронзер. Но сейчас вот этого я пользовала полностью для всего. Это у меня была такая кисть. Два дня я полностью наносила все. Сначала сисикрим, потом пудру, потом растушевывала бронзер. В общем, все-все-все я делала. Вот, то есть такая кисть для всего. Четвертая кисть, лично, мое предпочтение должна быть у всех. Вот такая вот кисть, которой вы можете выводить скулы, или вы можете наносить консилер. Тут можно делать две вещи. У меня две альтернативы. Моя самая любимая, это вот эта от Заива, номер 110, Face Shed. Вторая, которую я нахожу, что она похожа по-своему... А, она, кстати, для этого и должна быть. Contour Brush. В общем, я нахожу эти две кисти. Они так, в принципе, и должны быть для контурирования. Я нахожу, что пока не попробуешь, не поймешь, насколько это важно. Этими кистями очень хорошо выводить ваши скулы. То есть набирать бронзер, которым вы делаете скульптурирование вашему лицу. Вы сначала наносите, знаете, такими движениями. То есть тут полосу, тут полосу, тут полосу, тут полосу. А потом уже растушевываете другой кистью. Но это очень важно, чтобы была такая кисть. Потому что если вы нанесете без этой кисти просто бронзер и растушуете, не будет это так правильно, четко и красиво выглядеть, нежели вы изначально нанесете с такой кистью. Лично мое мнение. И также эти кисти замечательно служат для нанесения консилера. Кто-то ими наносит также хайлайтер. Кто-то ими просто, не знаю, тушит какие-то маленькие участки. Пудры, например, тоже под голосами. В общем, замечательные кисти. Повторяюсь, это моя любимая. Но это замечательная тоже альтернатива. Она тоже идет, по-моему, в каком-то сете, что ли. Все кисти Zoeva вы можете купить по отдельности или в каких-то сетах. Я покупала один сет. Все кисти Real Techniques, посмотрите на iHerb, какие там есть опции. В общем, ну вы сами знаете. Итак, мы, по-моему, переходим на пятую кисть, да? У нас была кисть для тона, кисть для румян, кисть для всего слэш-пудра. И сейчас кисть для контурирования, да, пятая кисть, пятая кисть. Давайте поговорим уже о глазах, а точнее о бровях. Вот такая вот кисть, которой можно расчесать ваши бровки. А у меня две кисти, которые стоили по копейкам. Одна стоила меньше доллара, вторая доллар. Израильтяне эту покупали в Beauty Care, это вау. Я считаю, что эти кисти вообще не нужно на них тратить деньги. Покупать их самые дешевые. По-моему, они во всех магазинах. Только без собачьих волос. По-моему, они во всех магазинах одинаковые. Неважно, сколько она стоит. Без этой кисти мои брови не сидят на месте. То есть она должна быть в моем арсенале. Обязательно, обязательно, обязательно. Хотите вы, не хотите вы. Расчесывать брови, когда вы их приводите в порядок. И потом, когда уже привели в порядок, чтобы их немножко растушевать. Это просто идеальная кисть. У меня еще есть вот такая вот от Real Tech Mix. Но я считаю, что это полное фуфло. То есть я считаю, что эта кисть вообще никому не нужна. И ничего толком сделать нельзя. Поэтому идите, тратьте меньше доллара. Покупайте такие. То есть кисть, которая обязательно должна быть у каждого. Шестая кисть, о которой мы поговорим. Это уже кисть для глаз. Вот такая вот лопатка. Самая обыкновенная лопатка. У меня она единственная. Это Sedona Lace номер 305. Все номера, кстати, я вам оставлю ссылки внизу. Эта лопатка, она у меня единственная. Я нахожу, что ей очень хорошо наносить именно мокрые румяна. То есть как Color Tattoo. Может быть этот MAC Paint, под которого у меня нету больше. Иногда я могу консилер наносить, если очень мне захочется. Замечательная кисть. Хотя бы одна в вашем арсенале быть такая должна. Я думаю, что на нее, кстати, тоже не нужно заострять внимание. Можно и дешевую какую-то купить. Потому что я не думаю, что ей толком можно что-то раздушевать. Но наносить ей можно. И она долго вам будет служить. Даже за любую цену. В общем, обязательно такая кисть у вас должна быть. Для всех. Для сухих, для мокрых, для каких вы не хотите румян. Она очень хорошо и правильно наносит румяна. Кстати, ей также можно подводить стрелку на нижнем веке. Если очень захотеть, можно сделать стрелку сверху. Потому что у нее тут идет, знаете, такой остренький. Остренький срез. В общем, замечательная кисть, которая должна обязательно быть. Седьмая кисть, про которую мы поговорим, будет вот такая вот растушевочная кисть. Как Макс 217, как Миллион разных других. У меня конкретно это Зуива 227. Не буду... Что-то такая вся поцарапанная. Не буду ничего про нее как бы много говорить. А хорошая растушевочная кисть. У каждого должна быть такая кисть. В общем, я думаю, тут что-то про нее рассказывать неуместно. Восьмая кисть. Обязательно должна быть кисть, с которой вы будете делать подводку. Ну, она также может служить, если вы хотите подводить ваши брови тенями. Также она может служить для гелевой подводки, для подводки просто тенями ваши глаза и тому подобное. Короче, скошенная кисть. У меня есть два варианта. Есть дешевый вариант от Эко Туз, которая просто замечательная. Angled Eyeliner. По-моему, есть она на Ихербе. Я посмотрю, уже не помню. И второй вариант замечательный. Тоже с набора. Я просто очень недовольна. 317 от Зуива. Просто замечательная кисть. В общем, короче, такие две кисточки. Обязательно должна такая кисть быть у каждого. Мне кажется, без нее ваш набор будет недополнен. В принципе, на этом такой базовый комплект кистей, с которым вы можете сделать любой макияж, закончился. Это все, что я собрала. Мне кажется, что это достаточно 8 кистей, чтобы у каждого было, чтобы сделать какой-то макияж. Любой, неважно какой. Но хочу сделать еще таких 2 бонусных продукта, что мне кажется, без них можно обойтись. Но я думаю, что каждому все-таки они пригодятся. Итак, первое, это, конечно же, бьюти-блендер. Неважно какой, неважно какое яичко. Мне кажется, бьюти-блендер должен быть у каждого, потому что очень часто разные тональные средства в разные времена года ведут себя по-разному. И не всегда кисть это идеальный вариант наносить тональное средство. В моем случае, например, с тональником от L'Oreal, этот Мажик, ну маленький, знаменитый, он летом вообще с кистью не идет. Никак не дружит, никак его наносить с кистью не могу, поэтому туда приходит на помощь мне бьюти-блендер. В моем случае это бьюти-блендер, я его считаю хорошим, стоящий своей цены. Вы можете выбирать, что хотите. Поэтому это такой бонусный продукт, что мне кажется, что у каждого должен быть. И также, мне кажется, как вам сейчас странно не покажется, но я человек вообще, который мало любит тени, больше любит разные продукты для лица. Пудр-бронзер-румяна обожаю. Мне кажется, в любом случае, что у каждого должна быть большая, такая вот большая кисть для пудры, для всего, может быть, для бронзера на все лицо, для пудры. В общем, просто громадная такая лохматая большая кисть. В моем случае, моя самая любимая, мой самый фаворит, и ничего похожего у меня нету, это Powder Brush, так она называется, кисть для пудры от Real Techniques. Я считаю ее самой лучшей, самой хорошей, я ее просто-просто обожаю. Я вам сказала, что я кисти Real Techniques обожаю. Я считаю, за свои деньги они передают замечательное качество. В общем, такая замечательная кисть. Несмотря на то, что у меня есть другие кисти, которые я вам показывала, что они могут служить для пудры, для всего, я думаю, что все-таки для пудры вот такую большую лохматую кисть вы обязаны иметь в своем арсенале, вы будете не девочкой, если у вас не будет такая кисть, но это я шучу. Ну, мне так кажется, да, вот мне так кажется, мой набор, и поэтому я показываю. Ну что ж, это была моя такая десяточка самых таких важных кистей. Давайте повторимся. Кисть для тона, кисть для румян, мультитаскинг кисть, которую вы можете растушевать все, и наносить и румяна, и пудру, и все-все-все-все. Кисть для контурирования, которую вы можете также использовать, как кисть для консилера. Для глаз у нас есть кисть, которую мы расчешем брови. Кисть-лопатка для нанесения теней. Кисть растушевочная для теней. Кисть-подводка для теней. И два бонусных продукта. Это любой спонжик, бьюти-блендер. Или от Real Techniques этот Miracle Sponge. И большая пушистая кисть абсолютно для всего, которую вы можете использовать. И припудрить себе декольте, если вы хотите, какие-то блестки наносить тут и там. Может быть, ручки как-то подпудрить, подблестить. Кажется, своими заходами кто что любит. В общем, вот такая вот моя десятка кистей. Мне кажется, с этой десяткой вы сможете смело идти далеко. У вас получится любой макияж, который вы бы не захотите. И вам этих кистей вот так вот хватит. И, конечно же, мой самый важный совет. Выбирайте качественные, хорошие кисти, чтобы они у вас не лезли. Чтобы с них не сходила краска. Если в них есть краска, может быть, там есть очень много химии. Это каким-либо образом ни в коем случае может повредить вашему лицу. Так что будьте аккуратны. Не покупайте всякую дешевую китайскую фигню. Ну что же, на сегодня было все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok